Всероссийский такой конкурс, молодежный, громадный, который увлекает тысячи и тысячи молодых людей в эту совершенно перспективную область. Казанский университет с первого дня этого конкурса поддерживал и проводил. Почему? Потому что сегодня вся страна взяла такое направление, такой путь на цифровизацию. Цифровизация настолько важна. Например, Казанский университет. Мы сегодня очень сильно реформируемся, трансформируемся. Мы создаем некие факультеты, которые могут быстро реагировать на какие-то междисциплинарные изменения, тренды, вызовы глобальные, региональные. И вот сегодня, если говорить, на каком факультете у нас преподают IT, знаете, я не скажу, на каком факультете. На всех факультетах преподают IT. Сегодня все факультеты с IT, то есть медицина, факультет фундаментальной медицины и биологии, это IT. Потому что в основе всего лишь IT, инженерный институт, институт геологии, институт геологии нефтегазовых технологий, там сплошь IT. Физики, я уже вообще не говорю, там математики и механики, вообще молчу. Высшая школа информационной технологии систем, это, так сказать, недра, где мы берем самых умных, самых молодых ребят, компания их поддерживает, они уже на втором-третьем курсе уже делают большие интересные проекты. Поэтому сегодня IT это, наверное, самое главное. Это такая возможность раскрыть таланты в любой области. И сегодня, я думаю, что эта область такая молодая, и почему здесь очень много молодых людей, потому что это та область, где молодой человек, сидя дома, имея компьютер, по сути, не имея никакого образования, может сделать такие вещи, которые могут потом в будущем перевернуть мир. Это огромные возможности для вас сегодня. Если посмотреть сегодня и 20 лет назад, то это вообще фантастика на самом деле. В 2000 году я купил свой первый мобильный телефон, а сегодня что происходит? Я не думал, что у каждого дворника будет по три телефона мобильных на улице. Они там переговариваются, один карман с собой, другой. И что же будет через 10-15 лет? Я думаю, что никто в этом зале не сможет сказать, что будет. Будет ужасно интересно. И это то, что интересно будет, это вы делаете сегодня. Я хочу, чтобы вы продолжали этим заниматься. Потому что это не только интересно, это полезно и вам, и всем. И это будущее нашего мира, нашей страны. Добрый путь вам, ребята. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что вы в Казанском университете. Приходите к нам еще, не только по поводу этого конкурса, а вообще приходите. Спасибо вам большое. Успехов вам всем. Спасибо, Данис Карлович. Действительно, Казанский университет сейчас находится в таком положении, что мы участвуем в крупнейшей программе Российской Федерации 5.100. И вот одно из направлений, у нас приоритетных направлений Казанского университета, оно называется информационные и космические технологии. Поэтому, поскольку здесь школьники, я обращаю ваше внимание на это и приглашаю тоже поступать в Казанский университет. Это на правах рекламы. Значит, слово для приветствия представляется от члену Координационного совета Федерального проекта «Работай в России» Гаранину Илье Михайловичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Если честно, очень приятно всех видеть такие молодые лица. И прежде всего хотел, наверное, перед тем, как рассказать о том, что это вообще такое, узнать у вас, кто из вас уже работает. Ну, грубо говоря, около 3-4% от общего числа зала. Кто из вас точно знает, куда он, например, пойдет работать? Ну, это уже к неработающим относится. Вот сейчас вопрос. Кто точно знает, куда он пойдет работать? Вот есть уверенность? Можно руку пойти? Вот точно я знаю, что я пойду работать после окончания института. Тоже около 2%. То есть около 80% людей, в принципе, не определившихся. Вот, например, можно вопрос в зал? Почему? Ну, вот кто может, кто-нибудь сказать? Почему? Я не знаю, куда я хочу пойти работать. Микрофон ближе, да, понял. Коллеги, ну не стесняйтесь, мы же с Россией будем сейчас все разговаривать. Это же идет у нас диалог открыт. Мне кажется, это же в этом основной принцип IT-прорыва. Нет? Никто не хочет сказать? Ну, ладно. Тогда я не буду вас всех мучить. На самом деле, почему это я сейчас рассказываю? Что такое IT-прорыв? IT-прорыв – это один из элементов большого проекта работы в России. Ни для кого не секрет… Можете следующий слайд, пожалуйста? Ни для кого не секрет, что IT-прорыв был организован, соответственно, корпорацией Ростех, куда входит Росэлектроника, и совместно с Союзом машиностроителей России. То есть общественные организации попробовали воплотить в себе что? Они собрали образовательные учреждения, корпорации собрали предприятия, которые участвуют. О, Лазаренко, спасибо. То есть, в принципе, вот эти все корпорации, которые вы видите, это миллион человек, работающих на этих предприятиях. Молодежь из них, но я вам немножко дальше расскажу. Хотя вот, каждый четвертый до 35 лет, как вы видите, управленческий до 56 лет. Это что говорит? О том, что предприятия сейчас открыты для вас. Кто из вас был на предприятиях, даже вот в Казани у вас там, КМПО, вертолетный завод, у меня они просто близки, поэтому я знаю. А кто-нибудь был на них? Ну, руки. Один, два. Ну, то есть, два человека. А вот почему не были, предположим? Ну, не звали, не было возможностей. Какие основные проблемы? Неразговорчивые. Ну, хорошо, да? Можно следующие? К чему я это все веду на самом деле? Что предприятие, например, только одного холдинга Росэлектроника, порядка 115 предприятий. Общая численность 40 тысяч человек. И сейчас она только увеличивается. Я к чему это все спрашиваю, говорю. Наши корпорации холдинги сейчас проводят, а, первое, для школьников и, скажем так, студентов. Это дни без турникетов. Это один из базисов, который для нас приоритетный. Вы должны увидеть современные предприятия. Многие, наверное, ваши родители, либо знакомые, говорят, что ну, современные предприятия, там еще токарный станок, какой-нибудь 16К20 токарно-расточной. Нет. Сейчас практически уже больше, например, 50% это станки с числовым, с ЧПУ. То есть это числовая программа управления, где тоже айтишники, на самом деле. Но это такой же программист. Это уже не просто рабочий. Он закладывает программу, он пишет управляющую программу. То есть это уже полноценные люди, которые работают на предприятиях. Зарплата, например, вот я когда был начальником цеха, я работал на заводе Салют, это двигательное строительное предприятие. Там у меня зарплата у работяг, которые на ЧПУшках работали, около 70-80 тысяч рублей. То есть вы понимаете, что для молодого парня, там, 27-28 лет, это уже действительно не так мало. Можно следующий? Ну, здесь перед вами представлена та продукция, которая выпускается в Росэлектронике. Это то, что вы делаете. На самом деле, когда я попал на завод, знаете, сначала было как-то немножко, ну, как сказать честно, ну, я пришел в 2001 году на предприятие, и как-то, знаете, было неловко, тогда как бы предприятие не очень считалось пафосно, я буду так выражаться языком. Это считалось как бы немножко там, круто было пойти куда-нибудь работать в офис, с экономистом, юристом. Но когда вот вы видите то, что вы делаете, особенно сейчас в новостях, думаю, еще чаще это видите, ту аппаратуру, ту технику, это вызывает, во-первых, гордость. Когда вы говорите друзьям, что я собираю там с вертолетка А-52, ну, как-то согласитесь, у вас немножко, ну, во всяком случае, у меня вырастали крылья, потому что это очень важно. И мы хотим, чтобы вы поняли, что когда вы работаете на вертолетных заводах, на предприятиях там Росэлектроники, вы имеете возможность проработать практически во всем спектре всех рабочих, инженерных, юридических, экономических и других профессиях. Потому что когда вы делаете вертолет, параллельно вы должны вести юридические, вы должны вести экономические связи. То есть это весь цикл различных видов управленческих, рабочих и других элементов, которые вам потом пригодятся в любой фирме. Потому что настоящих специалистов разбирают на ура. Боинги с удовольствием забирают наших ребят. Особенно вот с Росэл очень часто тоже забирают, потому что мозги делают. Это очень тоже важно. Можно следующий слайд? Так, ну здесь, в принципе, тоже, опять же, те комплексы где-то используются. То есть вы видите, это и самолетостроение, и вертолетостроение, установки. Давайте следующий слайд, Олег. Так, ну вот, на самом деле, кадровый аудит, то, что мне хотелось бы больше всего отметить. Если вы думаете, что работают больше все-таки старики, многие уверены, вот вам четкая статистика, которая была проведена. Каждый четвертый сотрудник будет моложе 30 лет. Это вот стоит у нас уже в планах на 2017 год. То есть если вы прекрасно понимаете, это вы. Это вот вы, наше будущее, которое, надеюсь, через университеты, которые помогут в воплощении наших идей, все-таки туда попасть. Это, я считаю, очень большой, хороший результат, потому что буквально 10-15 лет назад, поверьте, была намного другая ситуация, и очень было проблематично, скажем так, затащить молодого сотрудника к себе на предприятие. Это стоило очень больших трудов. Можете следующий слайд? Так, что касается результатов кадрового аудита и кто вот больше всего нам нужен. То есть вы здесь можете увидеть, что нам нужны специалисты с высшим образованием, в области стратегического планирования, системного проектирования, стоимостного анализа. То есть нам не только нужны вот просто программисты в таком чистом виде или там айтишники. Нам нужны люди, во-первых, которые умеют сделать разновекторные виды работ, потому что сейчас, вы знаете, очень большое смещение, что нет такого какого-то унифицированного, что ли, человека, или вот узкоспециализированного. То есть сейчас вот ваша область, она применяема в каких-то любых вещах, будь это бухгалтерия, юриспруденция, ну, соответственно, мы там, все, что касается рабочих, инженерных профессий, там, понятно, это обязательно. То есть программирование, как вы только что до меня сказали, это входит во все части нашей жизни. То есть в футурологии, если кто увлекается, думаю, понимает, что в 2040-50 году уже практически все будет там в телефоне, в чипе и так далее. То есть я надеюсь, что это будет сделано у нас в России благодаря вашим рукам. Можешь следить, Славя. Вот по поводу утечки мозгов и в чем вот и является основная проблема. Сейчас, когда заканчивают, например, ребята институт, особенно золотыми дипломами, к ним сразу приходят вот эти вот товарищи. Я не знаю, как у вас, конечно, в университете, для меня, ну, думаю, они тоже у вас здесь сидят. В Баманке так вот эти вот вообще не уходят. Вот Боинг прям, они забирают наших, особенно вот я, Баунидзик для строительных, у нас, когда я закончил, ушло около 70% работы за рубеж. 30% осталось у нас. То есть кто убежал, кто не убежал, кто устроился, кто нет. Сейчас пытаются возвращать и надеюсь, что это получится. То есть к чему это веду? Что вот эти компании, ну, как чай, какая проблема? Что очень часто наши все думают, что вот эти компании, они, ну, я не понимаю, что это такое. Поэтому мы и наш проект «Работа в России» предлагают вам хотя бы сейчас ознакомьтесь, попробуйте, опробируйтесь там, внедритесь. То есть почувствуйте же заводскую жизнь и вообще что-то какие предприятия. Можете, Леонид Иванович? Вот еще тоже очень важный момент. Что такое хороший инженер и хороший бизнесмен? Это не обязательно то же самое. Вы можете быть шикарным программистом, шикарным технарем, ну, умничка, короче говоря, но при этом вы не умеете ничего делать в бизнесе. Вас обманут, ваш патент заберут. Ну, это очень часто было. Очень много патентов, в которых китайцев как-то очутились, Индия сейчас набирает обороты. То есть ребята вот приходят, они как бы верят кому-то, а их раз и забрали, скажем так. Поэтому здесь очень важно, что когда вы умеете что-то хорошо делать, не надо думать, что вы отличный же такой же будете бизнесмен. Нет. То есть может быть вам все-таки стоит сначала как инженером это вырасти, попробовать себя, вот как я уже сказал, что в разных сферах, связанных с экономикой, уже потом только попробовать самостоятельно выводить какой-то продукт на рынок. Если можно следующий слайд. Так, ну и вот то, что касается работы в России. То есть мы взяли полный цикл. Школа, колледж, СУЗ, ВУЗ, предприятие. То есть мы все цепочки, вас, дорогие ученики и учащиеся, ведем по этой вот, скажем так, дороге и тем этапам, которые вы должны все-таки пройти. Поэтому наш проект, я надеюсь, что мы с ВУЗом будем намного плодотворнее, целостнее работать. То есть мы хотим, чтобы студенты попали на все предприятия, которые есть в вашем регионе, возможно, в другие регионы. После этого они попробовали стажировку или практику. Ну не просто их, что пришли, как нас там бросили, в ящики таскать или технологии дали, почитал и все. Нет. Мы хотим, чтобы вас, за вами наставник стоял, которому там уже, ну там своя система мотивации, вас особо сейчас не должно волновать. То есть у них есть мотивация, чтобы вы стали лучше, а у них, соответственно, наоборот. То есть у нас здесь программа как раз, работая в России, это многоуровневая и модульная система, в которой вот вы сейчас вот в эту вот эту вот часть, потом вы когда сюда придете, это уже другой вопрос, там по-другому все будет. И обучение, и стажировки, и так далее. Следующий слайд, пожалуйста, Олег. Так, ну вот, то, что я как раз рассказывал, это вот, получается, все вот эти моменты, я их не буду останавливаться, остановлюсь только на основных. Кроме конкурсов IT-прорыв, у нас еще есть Олимпиада-звезда, WorldSkills, я думаю, вы тоже участвуете, у вас это обязаловка, думаю, как и у всех. Особенно WorldSkills, что касается WorldSkills, сейчас мы порабатываем возможность за ребят, которые, например, участвовали, но не выигрывали, или выигрывали, но не смогли бы трудоустроиться, их доводить до конкретных операций, потому что WorldSkills все-таки то узконаправленное и на умение только 5-6 операций, а все-таки нужно знать немножко больше, поэтому это тоже вопрос. Также форумы инженеры будущего. Я не знаю, участвовали ли вы или нет, участвовали, да? Вот инженеры будущего, это, в принципе, форум, на котором присутствуют все предприятия и молодые сотрудники со всех наших регионов. Я вот шесть раз там подряд был. Ну, такое количество знакомств я нигде не мог приобрести бы, вот кроме на этом форуме. То есть мы, как видите, вот все собрали. То есть мы собирали по крупицам от всего, от Олимпиад, от стажировок, практик, и мы их всех собираем под наш единый флаг. Я надеюсь, что этот флаг действительно даст какой-то толчок. Конечно, бывают трудности, не спорю, но все-таки будем надеяться. Можно следующий слайд? Ну, вот все регионы, которые охватывают работу в России. В принципе, здесь охвачено, ну, как вы видите, практически все. В связи, где есть промышленность, уж точно. Поэтому здесь я не буду останавливаться, все эти 10 минут я исчерпал. Вся числа там, по-моему, все. Ну, а, нет, еще можно по поводу, значит, сроков окончания данного мероприятия. Можно на следующий слайд? Айти прорыв, чтобы когда вы подали все заявки. Это вот неделя без турникетов, о чем я уже рассказывал. То есть, как вы можете пройти экскурсии на предприятиях. То есть, вы видите, например, ну, я по Москве могу ответить. У нас выросло количество прохождений дней без турникетов. Раньше было около 500 человек, 500 школьников попадали на предприятие, сейчас около 3000. То есть, мы в 6 раз увеличили. И ребят, которые сейчас уже пошли в технические вузы, благодаря этой программе увеличилось на 3-4%. То есть, это уже неплохой скачок. Особенно для Москвы. И в Москве очень трудно загнать на предприятие. Так, и давайте к условиям конкурса. Давайте следующий, я уже рассказал. Так, и следующий. Ну, это партнеры, следующий. Так, вот, тут вот как раз конкурс. Номинация конкурса. Здесь вы видите основные номинации, не буду их всех причислять, думаю, хорошо все видят. Как видите, и вот это вот главное, хорошо все видите. Деньги есть. Так что, ребят, пожалуйста, не думайте, что ваши проекты останутся там кем-то незамеченными. Главное, старайтесь, пробуйте. От дорогу осилит идущий. Здесь я ничего не могу добавить. Следующий слайд. Это уже сколько проведено этапов, 16 этапов. Вообще количество работ около 5 тысяч. То есть, вы видите, проект уже за 3 года вырос очень серьезно. И надеюсь, что с каждым годом это число будет только расти. Поэтому надеюсь, что ваши ребята точно победят. Можно все-таки сроки. До 30 апреля, коллеги, участвуйте, дерзайте, не бойтесь. Поэтому я больше не отвлекаю ваше внимание. Я желаю вам удачи и хорошего дня. Спасибо. Спасибо нашим гостям и организаторам этого конкурса. Я тоже немножко скажу еще от Казанского университета про этот конкурс. Дело в том, что мы действительно являемся с первых дней участниками этого конкурса. И вот начиная со второго этапа мы стали проводить региональный этап. И я хочу обратить ваше внимание, что Казанский университет на четвертом этапе подал максимальное количество заявок и занял первое место. А на четвертом и пятом этапе участники региональных этапов занимали призовые места. Из 44 регионов России занимали призовые места, входили в десятку лучших. Их проекты, соответственно, они получали предложение работать на предприятии Ростеха. Я уж не знаю, как они воспользовались этими возможностями, но тем не менее, такую поддержку они получали. И мы обращаемся к вам, что, вообще говоря, если вы хотите быть успешным инженером, а мы говорим в основном об инженерном образовании, то для этого нужно, конечно, знать нужды предприятия, знать их задачи. И даже для того, чтобы что-то создать, нужно прежде всего почувствовать, кому это нужно. И вот сегодня мы с вами заслушаем здесь 10 докладов региональных участников, которые нам показались интересными, а окончательное подведение итогов будет происходить уже, соответственно, в мае и в июне месяце в Москве. Об этом будет обязательно дополнительно объявлено. И мы сейчас делаем вот этот региональный этап для того, чтобы вы немножко поняли, как представлять свои проекты еще дополнительно. И это делаем на телевидении, чтобы о ваших проектах больше узнали. И будем задавать вам вопросы, связанные с коммерциализацией вашего продукта, с возможностью его внедрения, с возможностью нахождения инвестора под вашу идею. То есть вот эти вопросы являются для нас, в общем-то, тоже основными для того, чтобы вы состоялись. Но вводную часть мы с вами закончим. Позвольте мне объявить первого участника нашего выступления, Артемьева Игоря Валерьевича. Это Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева. Работа называется «Система корректировки курса на основе анализа грозовой активности для беспилотного летательного аппарата». Руководитель Гринудинов Рустам Равкадрич. Пожалуйста, вам 7 минут. Здравствуйте. Представляю вам проект на тему «Система для корректировки курса автономных беспилотных летательных аппаратов» на основе анализа грозовой активности. Следующий, пожалуйста, слайд. Меня зовут Артемьев Игорь, магистр кафедры САПР КНИТУКа им. Туполева. Мой научный руководитель Гринудинов Рустам. Следующий. Использование беспилотных летательных аппаратов становится все более распространенным явлением. С их помощью можно делать снимки с высоты птичьего полета, а также перемещать полезную нагрузку. Однако, запуск беспилотных летательных аппаратов в нелетную погоду представляет большую проблему. В октябре 2015 года два беспилотных летательных аппарата потерпели крушение от удара молнии на Ближнем Востоке. Актуальность задачи прежде всего обусловлена применением в конструкции композитных материалов, использованием чувствительной к электромагнитным полям микроэлектроники, а также отсутствием средств, методов и способов обеспечения молниезащиты беспилотного летательного аппарата. В рамках данной работы, в рамках данного проекта предлагается разработка системы для корректировки курса беспилотного летательного аппарата. Она будет выполнять роль навигатора, анализируя грозовую активность и изменяя курс, заложенный в программу автономного полета беспилотного летательного аппарата. На данном слайде представлена структура системы. Она состоит из датчиков, порогового детектора, аналого цифрового преобразователя, блока обработки и конвертера. Данные грозовой обстановки и корректировки курса будут передаваться в систему автоматического управления полета, а также будут передаваться в диспетчерский пункт и в локальной группе, находящейся в зоне действия беспилотного летательного аппарата. Использование данной системы в качестве одной из критических позволит сохранить дорогостоящую полезную нагрузку при попадании в нелетную погоду. Принцип работы заключается в следующем. С датчиков поступают данные об электромагнитной обстановке. Они передаются в блок обработки, и блок обработки уже формирует зону грозовой активности. На основе этих данных разрабатывается новый маршрут полета, который избегает эти зоны грозовой активности. На данный момент я занимаюсь исследованием молниезащиты беспилотных летательных аппаратов. Считаю, что данная система позволит избежать угроз, которые представляют нелетные характеристики и плохая погода для беспилотного летательного аппарата. Следующий. Здесь представлен план. Сейчас ведется уже работа над математическими моделями работы системы. В дальнейшем планируется разработка алгоритмических моделей и разработка макета системы. Следующий. Надеюсь, что результаты, которые будут получены в результате работы с макетом системы, будут оценены и могут быть использованы на предприятиях, создающих беспилотные летательные аппараты и авиационные комплексы. Следующий. Данная работа была отмечена различными наградами, которые вы можете увидеть на этом слайде. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Прошу задавать вопросы. Первый вопрос. Не могли бы вы сформулировать физические принципы грозовой пеленгации? Кратко. Постараюсь. Физические принципы. То есть у нас грозовая активность характеризуется электромагнитным излучением. То есть удар молнии в физическом смысле – это у нас электромагнитное поле, возмущение электромагнитного поля. И, исходя из этого, электромагнитное влияние, которое испытывает микроэлектроника, в частности беспилотного летательного аппарата, она может повлиять на, в том числе, вплоть до разрушения каких-то элементов, соответственно, привести к крушению, в частности, беспилотного летательного аппарата. Хорошо. И ваши научные идеи защищены? И ваша интеллектуальная собственность защищена? То есть есть патенты? Нет. Пока проект, он находится в работе. То есть я готовлю только вот как раз… Ну, надо поспешить. Ну, готовлю как раз на патент документы. Хорошо, спасибо. Я буду задавать все время вопросы, связанные с возможностью внедрения. То есть, безусловно, мы понимаем, что действительно, что эти вопросы очень важны, да, и, наверное, они решаются для больших самолетов. Почему? Потому что там можно установить достаточно большие пеленгаторы и все. Но вот здесь, конечно, для малых летательных аппаратов это крайне актуально. Грозозащищенность. И поскольку защитить очень сложно, то вы предполагаете, что какой-то должен быть пеленгатор, да? Вопросы вот разработки этого пеленгатора, это решаются… Заказчик есть на эти работы уже конкретные, скажем, или это все-таки еще поисковая работа такая? Пока поисковая работа. То есть, ну, вообще, что еще хочу сказать. Здесь иметь в виду именно вот эта система, она позволит изменять курс уже заложенных в программу полета. То есть, у нас нет управляющего, как бы, человека, кто управляет этим беспилотным летательным аппаратом. У нас просто заложен маршрут, который уже во время полета будет меняться. Ну, соответственно, по данным этой системы. Понятно. А сам пеленгатор, он ведь должен… Это все-таки интерферметрическая какая-то система должна быть? Или все-таки несколько антенн с базой, да? Ну, вообще, да. То есть, у нас есть датчики на самом беспилотнике. И уже на основе данных, которые получают эти датчики, то есть, данные, которые анализируют грозовую обстановку, электромагнитную возмущенность. И на основе их уже рассчитывается отклонение от маршрута. Есть еще вопросы? Спасибо. Спасибо. Следующий докладчик у нас Архипов Леонид Сергеевич. Это Казанский энергетический университет. Мы нашим гостям Казанского университета даем слово раньше для того, чтобы показать значимость их работ. Добрый день. Меня зовут Архипов Леонид Сергеевич. Я студент Казанского энергетического университета. Учусь на третьем курсе. Мой проект представлен как система автоматизации оплаты проезда в общественном транспорте. В России сейчас очень много населения пользуется общественным транспортом, поэтому актуальность данной темы очень большая. Следующий слайд. Как вы можете видеть на слайде, уже существуют, уже реализованы системы оплаты проезда уже не наличным способом, а с помощью транспортных карт. Но основное неудобство этих всех систем заключается в том, что в переполненном транспорте будет очень неудобно оплачивать этими транспортными картами. И как раз цель моего проекта – это создание аппаратного программного комплекса, который уберет эту проблему полностью. Следующий слайд. В представленном моем проекте показан комплекс пассажир, автобус и компьютер. И они будут постоянно взаимодействовать друг с другом. Следующий слайд. И давайте более подробно рассмотрим принцип работы данной системы. Система контроля будет считывать все данные с бесконтактной смарт-карты и также определять количество пассажиров, вошедших в автобус. Эта система контроля будет все это обрабатывать и передавать на бортовой компьютер. Благодаря этому водитель будет информирован о том, сколько человек вошло в автобус и сколько человек оплатил этот автобус. После каждой остановки бортовой компьютер передает данные на сервер, где они обрабатываются также для статистического анализа фирмы, которая будет принадлежать этот автобус. И также для будущих пассажиров, где будущий пассажир сможет посмотреть с помощью сайта или приложения загруженность автобуса и через сколько он будет возле остановки. Следующий слайд. Данная система позволит полностью отказаться от услуг кондукторов. Вместо этого проверяющим органам будут специальные контролеры, которые не будут привязаны к какому-либо автобусу, а будут просто перемещаться по городу. И давайте рассмотрим все-таки преимущества по сравнению с ныне существующей системой в городе Казань. Первое преимущество — это то, что происходит безналичная оплата проезда, то есть в переполненном транспорте будет более комфортно находиться пассажиру. Второе преимущество — то есть мы отказываемся полностью от бумажных билетов, и тем самым город станет чище. И третье — это ведение учета пассажиропотока в общественном транспорте, потому что мы сможем уже более конкретно на каждый автобус, на каждое время, сколько человек проехало в этом автобусе. И благодаря этому мы динамично сможем оптимизировать движение транспортных средств. Все, спасибо большое за внимание. Ну, можно следующий слайд. Если есть вопросы, отвечу на них. Ну, так и хочется сказать, зачем, почему бы автоматически не снимать деньги человека тогда, который зашел в автобус? Да, вот они будут сразу автоматически. То есть вы заходите в автобус, просто садитесь куда вам угодно, или вы встаете, и больше ничего не происходит. Все, они сразу автоматически снимаются. И уже у вас на карточке ноль, да? Да. Понятно. Я могу вопрос. Да, пожалуйста. Подождите. Все время это важно. Да. У меня вот два вопроса. Вот первый, во-первых, сколько это будет стоить, потому что как вы будете конкурировать с Apple Pay, потому что я, например, житель столицы, я уже с телефоном плачу, вот так все хожу. То есть мне вообще ничего не надо. Ну, практически. То есть как вы сможете с ними конкурировать, потому что с ними довольно-таки трудно будет выйти на один тот же рынок. И во-вторых, односок увеличится цена проезда, а вот эти люди, которые будут все равно ходить иногда смотреть, они же тоже на зарплате? Ну, вы понимаете, мы полностью отказываемся от кондукторов. Ну, берете других, ну, их переодеваете. Мы уменьшаем количество в несколько раз. Нам не надо будет на каждой остановке, чтобы стояла вот эта контрольная группа, которая будет проверять это все. Это будет просто, будет человек на сервере, который будет видеть, ага, вот на 35-м маршруте, предположим, да, столько-то зайцев. Желательно... И ловить. Да, и ловить. Сейчас, насколько я знаю, вот по новостям я слышал, что вот как раз ужесточение как раз нелегального проезда в общественном транспорте. Ну, женщину не поставить, как она их будет ловить. Надо мужчину, чтобы, значит, два человека. Соответственно, увеличиваем опять стоимость. Ну, правильно? Мужику надо больше платить. Ну, да. А может, ну, давайте наоборот. Вот, и насчет как раз способность конкуренции. В том, что стоимость самих карт, она не будет какой-то великой. Это тоже самое транспортная карта, только... Вот с PayPal, Яндекс, деньги, вот сейчас, они все зашли в приложение. Ну, нет, вы понимаете, тут удобство в том, что вам надо будет идти и куда-то прикладывать это все. То есть, я не знаю, вы, может, не встречались в таком случае, вот где-нибудь в деревне, вот вы едете, автобус такой маленький пазик, и туда забилось 500 человек, и это вообще... Все без тела. Это вообще просто ужасно. И, допустим, вот в маленьких городах, ну, я не беру, как Казань. Вот, допустим, я вот живу в Чебоксарах, и там автотранспортная компания, это большой дефицит, потому что ездят одни пенсионеры, которые не платят за проезд. А деньги куда-то, откуда-то надо брать, чтобы оплачивать и кондукторов, и водителей. То есть, эта система, она позволит сократить бюджет. То есть, для населенных пунктов не городского типа так больше. Ну, скажем так, не деревни так уж, ладно. И сама эта система будет реализована на простых датчиках, то бишь, там не будет требоваться каких-то дорогостоящих проектов. Нужен вопрос тоже, да? Вот по поводу помехозащищенности и защищенности вообще системы. Потому что, ну, например, я поставлю такую же рамку, где-то проходит, да, и там все люди будут платить мне деньги, проходя, да? Я уже придумал это раньше, да? То есть, понимаете, когда есть сложные системы типа айфона, да, у нее огромные возможности внутри сосредоточенности, которые можно использовать для защиты, там, развития этой системы, да? А у вас, вы предлагаете очень простую карточку, которая как бы, ну, как в интернете, как в магазине, вот. У вас есть там лейбл какой-то, вы нагрузили, проезжаете мимо кассы, да, он вам все считает, как бы, да? То есть, вот такая, такого типа, но эти системы очень плохо защищены. Ну, вот, как можно сказать, плохо защищены? Вот сейчас у нас тоже есть транспортная карта в Казани, так ведь? Она прикладывается, понимаете? Ну, почему нельзя сделать такую же систему, вот вы, да, так же сделаете, и просто человек не думает, просто будет прикладывать, и так же можно считать абсолютно все деньги. Конечно, это все шифруется, это все защищается. То есть, не так все просто. Система уже усложняется. Вот iPhone, он уже, там уже много всего есть, понимаете? Ну, это iPhone. Понимаете, вот поэтому и конкурировать-то с ним, конечно, довольно сложно. У меня немножко осталась непонятная защищенность вот эта вот. Ну, проект находится сейчас только в разработке, как бы все это обдумывается, все это анализируется, находятся плюсы и минусы каждой системы, которые уже существуют. И только после этого мы уже будем все это делать уже в железе, все это делать, программировать. Похоже, что придется какие-то еще дальше. Датчики ставить в автобусе, чтобы людей заменить. То есть, как и в предыдущем проекте, там поставить оптический датчик и звуковой датчик, то можно определять и расстояние до вспышки. То есть, здесь тоже нужно увеличить просто количество датчиков, количество информации. То есть, такая система получается. То есть, когда у вас карточки, так сказать, обладают малыми возможностями, то нужно обвешивать другими еще датчиками, какими-то получается. Спасибо. Похлопаем. На самом деле, хочу сказать, что это интегральный проект, конечно. И здесь можно много чего придумать. И даже в плане того, что не только оплачивать. Там акселерометры есть сейчас в телефонах. И, соответственно, своя система защиты. И есть GPS-глонас. Поэтому можно даже это никуда ничего не прикладывать. А уже будет понятно, что ты находишься на этом автобусе и поехал. Потому что у тебя вибрация произошла, изменение координат. И все. И смс-ка будет сбрасываться. Для этого нужно определенное приложение. Но вот нужно еще народ убедить, чтобы они это приложение поставили себе. То есть, можно упростить систему каким-то образом. Но здесь... А у бабушки пенсионеры будут? Ну вот, да. Прочипировать бабушек тоже можно. А вот пожилой возраст, который уже не пользуется этими телефонами. Нет, здесь очень много вопросов к этой системе. Понятно, что ее нужно создавать. Понятно, что она должна быть удобной. Но почему? Потому что это злободневно. И поэтому и вызвало очень много вопросов. Я поэтому хотел сказать. Так, следующий у нас докладчик. Незамеев Руслан Рифатович. Набережно-Челлинский филиал КФУ. Работа называется «Челны транспорт. Мобильное приложение». Научный руководитель Каримов Тимур Наилевич. Я сейчас не исключаю, что вам придется объединиться. Потому что это дополняющие системы. Всем привет. Меня зовут Руслан. Я из Казанского федерального университета Чининского. Со своим совместным проектом с нашей командой из КФУ. Мобильное приложение для пассажиров. Челны транспорт. В общем, как появилась идея этого приложения. Дело в том, что я живу в таком районе Челнов, что там общественный транспорт ходит редко. И если мне надо куда-то уехать, то мне приходится на остановку выходить и минут 10-20 ждать, пока транспорт приедет и там опоздать в университет или что-то такое все время у меня происходит. И мы придумали такое решение. Мы с администрацией города договорились о том, чтобы автобусы и трамваи города передавали нам координаты, создали математическую модель, которая будет прогнозировать прибытие транспорта на остановку и разработали мобильное приложение. Сейчас тоже существует анаги такого. Это Яндекс.Транспорт и Умный транспорт. Их недостатки в том, что Яндекс.Транспорт рассчитан только на города-миллионники и в маленьких городах существует только расписание транспорта, то есть когда он ездит. А отследить время прибытия невозможно. В Умном транспорте они тоже где-то в 30 городах России пользуются, и там нельзя вообще свое местоположение определить, только провожить маршрут. Мы разработали математическую модель на основе графов, которая и рассчитывает время прибытия транспорта на остановку. Как можно зарабатывать на этом деньги? Есть два пути. Размещение баннерной рекламы и таргентированной рекламы. Если какие-то рекламодатели, например, Челны и КМЕК у нас в городе есть, то они могут разместить рекламу, если ты кликаешь на остановку, на какую-то, куда тебе надо приехать, то, соответственно, по этой области все магазины, которые захотят, смогут свою рекламу разместить. Дальше. Так выглядит наше приложение изнутри. Дальше. Перспективы. В 2017 году у нас планы такие. Мы уже поговорили с администрацией города Альметьевска, Нижнекамска, Елабуги и Меделевска. И следующим этапом мы запустим эти города, свое приложение. Мы с моим руководителем Тимуром Ильичем работали над этим проектом. И все дальше. И, в принципе, все. Вот мои контакты. Готов ответить на ваши вопросы. Вопросы, пожалуйста. Так, телефон. Математическая модель прогнозирования какая? Ну, вкратце все так. Объясню просто. Существуют от остановки до остановки координаты, существуют точками, таким большим списком. Где-то приблизительно через каждые 10 метров. Автобус передает нам координаты. Мы считаем вот это расстояние до остановки и делим на скорость где-то 20 км в час приблизительно. С такой скоростью в среднем движется общественный транспорт. И где-то секунд 20 отводим на то, чтобы автобус на остановке стоял. Там, конечно, не все так просто. Могут быть пробки, могут там аварии быть на светофорах. Это, ну, не просто считать. И неточности, конечно, бывают. Но мы, к минимуму, их свели. Пожалуйста, дайте, пожалуйста, микрофончик. Да, у меня два небольших, коротких вопроса. Первый. Вы, да, перечислили, что существует уже приложение, которое работает примерно в том же самом ключе. На данный момент эти приложения все же активно развиваются. Вы, скажем так, сможете дать гарантии того, что ваше приложение для небольших городов будет развиваться быстрее, чем в приложениях крупных корпораций, таких как Яндекс или Гугл. Ваш вопрос о конкуренции. Вы знаете, что, ну, как бы если есть конкуренция, да, то никто пока не сделал так хорошо, чтобы конкуренции не было. Ну, как бы лидера пока нету там. И вот в чем наше преимущество на данный момент. Не знаю, как это будет масштабироваться, честно. Но пока что в челнах. Ну, мы определенно будем, ну, доминировать, потому что у нас свои, ну, как бы тестировщики, они все машины отслеживают. Сейчас у нас тестирование, провожение идет. Они смотрят, насколько опаздывают, какие машины есть. То есть, ну, мы работаем над провожением намного тщательней. Да, у меня еще второй вопрос. То есть, тоже небольшое оснащение автобусов в небольших городах такими датчиками для получения их координат в реальном времени стоит немалых денег. Вы уверены, что у небольших муниципалитетов будут эти деньги в бюджете? Либо вы собираетесь привлекать к этому федеральный бюджет, либо частное средство? Мы сейчас работаем только с городским транспортом на данный момент. Потом, ну, участников тоже запустим. У городского транспорта уже, ну, то есть, мы их не просили что-то устанавливать, они нам уже просто сразу дали это, и у нас координаты передаются. Фактически здесь выиграет тот, кто сможет кооперацию сделать с системой диспетчеризации городского транспорта. Почему? Потому что приложение действительно нужно, приложение будет работающим, и даже здесь, как я понимаю, инвестиции не очень нужны. Почему? Потому что инвесторами будут те люди, которые будут приложение это скачивать. А вот насколько оно будет хорошо, это будет определяться все-таки системой диспетчеризации. Поэтому, если вы найдете, а вы, как я понимаю, находите общий язык с администрацией, то, значит, это оно будет удачным. Почему нет? Есть еще вопросы? Спасибо. Значит, Гловацкий Никита Владимирович. Создание виртуальных полигонов для достоверного моделирования современных роботехнических систем в процессе проектирования испытаний. Это Казанский федеральный университет, руководитель Чеклин Дмитрий Евгеньевич. Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Никита. Я магистрант Института физики, направления информационные процессы и системы. Темой моего проекта будет создание виртуальных полигонов для достоверного моделирования сложных роботехнических систем в процессе проектирования и испытаний. Разработчики технических систем сталкиваются с задачей физического моделирования, их работы, взаимодействия и интеграции в различные физические среды. Одним из главных требований на данный момент является обеспечение рентабельности их разработки и производства, что особенно характерно для роботехнических платформ. Произведение ремонтных работ, связанных с поломкой оборудования во время испытаний и эксплуатации, несет большие потери, связанные как с стоимостью оборудования для ремонта, так и с упущенной выгодой в связи с простоем оборудования, а также неуполнение обязательств перед заказчиками. Нами был разработан подход к построению комплекса программных средств, решающих задачу достоверного физического моделирования роботехнических систем. Рассматриваемый комплекс призван минимизировать некорректное построение платформ, повысить эффективность функционирования, скорость разработки и снизить затраты на этап проектирования для разработчиков. Результатом проведения всех работ в соответствии с разработанным подходом является виртуальный полигон. С помощью виртуального полигона вы можете проводить испытания роботехнических платформ роботов, при этом не рискуя повредить дорогостоящие оборудования, улучшить качество и скорость обучения за счет увеличения количества практических часов, усовершенствовать содержание семинаров, лабораторных практикумов. Также есть возможность проведения массовых соревнований по управлению роботами, платформами среди студентов и школьников. Нами был произведен анализ существующих программных средств для физического моделирования, и на основе этого анализа нами был выбран платформа Газеба. Симулятор Газеба позволяет оперативно отлаживать алгоритмы работы спроектированных роботехнических систем, выполнять регрессионные тестирования с использованием реалистичных сценариев, возможность точно и эффективно моделировать одновременно несколько технических систем, взаимодействие между ними в различных окружающих условиях. Также платформа позволяет подключение различных физических движков ODE, Bullet или, например, DART. Для общей модели полигона и интерактивных объектов выполнена реалистичная физическая эмуляция среды, так называемых испытательных площадок и взаимодействие подвижных платформ с объектами полигона, таких как баги, андроидные роботы, квадрокоптеры и другие. Проведение подвижных платформ определяется загружаемыми файлами и сценариями. На данный момент виртуальный полигон представлен в ландшафтах Малый Город и Пустыни с Айзом. С помощью интерактивных объектов можно смоделировать различные ситуации для испытаний. Подождите, пожалуйста, минуту. Хочу продемонстрировать небольшой короткий ролик. На данном ролике представлена прокрутка как раз ландшафта Малый Город с маленькими зданиями, дорогами, парковками и другими моделями. Это, так скажем, демонстрационный вариант полигона, который сейчас был одним из последних разработан. Также демонстрация как раз выполнения сценария по управлению квадрокоптером с прикрепленным к нему четырьмя камерами. Данная симуляция была также потом использована впоследствии для воссоздания трехмерных изображений по съемкам с данных видеокамер. Также на данном слайде присутствуют и другие объекты и платформы проекта, где уже использовался или используется виртуальный полигон. Это был использован в проекте робототехнические платформы компании Android на техника и в данный момент используется в системе автопилотирования автомобилей КАМАЗ для индустриальных площадок. Разработка достоверных моделей и логики работы сложных технических средств с реалистичной физикой работы всей системы в соответствии с разработанной методологией позволит проводить испытания различных робототехнических платформ и сложных технических систем, не рискуя нанести повреждение реальному объекту. В процессе испытаний. А соответственно сокращает финансовые затраты и время при разработке новых технологий, что способствует ускорению развития робототехники в целом. Спасибо за внимание. Готов ответить на имеющиеся вопросы. Вы разработали свой собственный физический движок для этой модели, для этого виртуального полигона или использовали какой-то готовый? Мы использовали физический движок DART. Спасибо. Еще раз повторюсь, сам проект является не разработкой физического движка или программное средство визуализации или моделирования, а именно сам подход к произведению, к созданию виртуальных полигонов. Тут дело именно в логике взаимодействия объектов, в логике взаимодействия платформ и их испытаний. Еще, пожалуйста, вопрос. Скажите, пожалуйста, а робота, я так понимаю, что в этот полигон можно поместить робота которого или систему робототехническую, которую нужно исследовать. Вот ее как добавлять? Ее нужно создавать, описывать или только можно взять подобные роботы? Нет, имеется, конечно же, возможность. То есть мы можем по заданным чертежам, документациям робота, внести его в виртуальную среду. Как раз вот проект, который у нас был с андроидной техникой, подразумевался введение их андроида в виртуальный полигон для тестирования сценариев использования. Еще, пожалуйста, вопрос. У меня тогда такой вопрос. Все-таки понятно, что есть заказчики таких работ, да? Но вот с точки зрения коммерциализации, может, неких продуктов, доведенных до игрушек или еще что-то, вот здесь вот что-то можно сказать, нет? Ну, если рассматривать как и в игровом плане, то данная схема, данный подход не совсем будет подходить, потому что есть более подходящие для такой области программные средства, потому что здесь больше идет упор именно на физику процесса, на важность контактов, важность столкновений и других подвижных частей. И тут мало внимания уделяется то, что как раз больше интересует в играх, эффектности, красоте и подобных вещах. Спасибо. Есть еще вопросы? Все, тогда поблагодарим. Так, следующий у нас у Хамедзианова Фаиль Фаневич. Работа называется «Измерение артериального давления безбумажным, безманжетным методом». Руководитель Латыпов Руслан Рустемович. Это Казанский университет, да? Добрый день, меня зовут Хамедзиан Фаиль. Тема называется «Устройство измерения артериального давления безманжетным методом». Идея заключается в том, что на человек останавливается беспроводной ЭКГ-модуль и также на палец прикрывается пульсоксиметр. Пульсоксиметр детектирует фронт волны давления, а модуль ЭКГ регистрирует кардиограмму. И измеряя разность во времени, мы можем определить давление, соответственно, артериально. Здесь нарисована блок-схема устройства, то есть это у нас непосредственно блок управления с пульсоксиметром и с источником беспроводного питания. И также то же самое только с модулем ЭКГ. Все это связывается у нас со смартфоном по каналу Bluetooth. Здесь показан блок управления передачи. У нас используется аксерометр LIS2DH12TR, в который в себе также содержит сенсор для измерения температуры. И управляется этим делом у нас микроконтроль C2650, который может передавать данные по каналу Bluetooth и ZigBee. Здесь нарисована электрическая принципиальная схема блок управления. Микроконтроль общается с аксерометром по каналу SPI. Здесь электрическая принципиальная схема ЭКГ-модуля. Мы использовали один из простейших методов, то есть взяли два инструментальных усилителя и установили между ними РЦ-цепочку, чтобы избавиться от поляризации электродов. Здесь показана электрическая принципиальная схема у нас пульсоксиметра, то есть это два диода, один излучающий, другой принимающий, с источником стабильного тока. Состояние проекта на сегодняшний день у нас спроектирован и протестирован модуль АКГ, спроектирован и протестирован модуль пульсоксиметра. Написано программное освещение низкого уровня для приема передачи данных по интерфейсу SPI. Создано программное освещение для передачи данных по интерфейсу Bluetooth и создана технологическая ПО приема данных ПК по Bluetooth. Спасибо за внимание. Ясно, что достаточно много компаний будут, наверное, заниматься этой тематикой, потому что очень хочется, ну, скажем, здесь ЖКГ уже автоматически меряется, да, и есть система сбора данных, и у нас давление, то есть человек поступает в больницу, да, температура, то есть поступил человек в больницу, на него надели ряд датчиков, да, и, соответственно, все, дальше уже можно не беспокоиться, идет постоянный отчет вот этих параметров и все. Вот насколько вы считаете, что вам удастся опередить конкурентов, я знаю, компания Siemens, например, занимается такими вещами или еще что-то, но если с такими глобальными конкурентами сложно конкурировать, то насколько вы свою интеллектуальную собственность здесь собираетесь закрепить и с этой точки зрения, в общем-то, закрепить за собой какой-то рынок вот производимых этих устройств. Ну, с интеллектуальной собственностью будет распоряжаться там Урсан Рустанович, что с этим делать, а устройство получается универсальное в том плане, что мы можем еще определить состояние сосудов, то есть мы можем не на палец одевать это устройство, а сделать в виде браслета и смотреть, какой сосуд в каком состоянии, то есть просвечивая этим самым. То есть вместо диодов планируется поставить что-то похожее на узкий пучок лазерный, то есть установить лазер. Понятно, спасибо. Еще вопросы есть? Ну, здесь понятно, что нужна экономическая модель для того, чтобы появились инвесторы для того, чтобы это производить. То есть я, видимо, так можно ответить на этот вопрос. Есть вопросы? Все, тогда поблагодарим нашего доктора. Так, следующая работа Сафина Лилия. Это Казанский федеральный университет. Прогнозирование нагрузки на электросеть с использованием данных о погоде на премьере Республики Татарстан. Руководитель Хадеев Камиль Равильевич. Всем здравствуйте. Меня зовут Сафина Лилия. Я студентка Казанского федерального университета института вычислитель математики и информационных технологий. Мой научный руководитель, ассистент кафедры теоретической кибернетики, кандидат физико-математических наук Хадеев Камиль Равильевич. Тема моей работы — прогнозирование нагрузки на электросеть на премьере Республики Татарстан. Следующий слайд. План моего выступления. Следующий слайд. Немножко пояснения. Есть компания, которая генерирует электроэнергию. Есть компания, которая поставляет электроэнергию. Ну и есть, собственно, мы, потребители электроэнергии. Это население, это производство. И перед компаниями-генераторами и компаниями-поставщиками электроэнергии стоит задача. А какой вообще объем электроэнергии нужен будет для населения, для потребителя. Эта задача важна, потому что генерируя лишнюю электроэнергию, мы, ну, компании несут затраты. К тому же, следующий слайд. Важным фактором является то, что большая доля объема вырабатываемой электроэнергии осуществляется за счет невозобновляемых источников энергии. Что плохо сказывается на экологии? При оптимальном прогнозе мы сможем беречь природное богатство. Следующий слайд. Моя система прогнозирует нагрузку на электросеть на каждый час, на какой-то кратковременный промежуток. Компания-поставщики делают как раз вот этот процесс. Они прогнозируют, какой объем нужно будет для их потребителей и заказывают у компаний-генераторов. Следующий слайд. Задача прогнозирования нагрузки на электросеть является важной под задачей системы Smart Grid. Smart Grid – умная система электроснабжения. Это очень актуально в Европе и Соединенных Штатах Америки. К сожалению, в России пока это не очень популярно, но я над этим работаю. Следующий слайд. Для решения задачи я использую машинное обучение. Машинное обучение – это область искусственного интеллекта, где на большом объеме данных мы обучаем компьютер, машину решать задачу самостоятельно. Наша задача, чтобы ошибка прогноза была минимальной. Следующий слайд. Я протестировала несколько моделей машинного обучения. Это дерево принятия решений, линейная регрессия, градиентный бустинг на деревьях решений и вероятностный лес. Random Forest. Следующий слайд. В качестве параметров входных данных для моей модели машинного обучения я взяла следующие характеристики. Мое мнение и исследователи, которые занимались этой задачей для других регионов, тоже доказывают, что наиболее активно влияют на потребляемость электроэнергии это погодные условия и данные о времени. То есть какое сегодня число, какой день недели и сколько сейчас времени. Следующий слайд. Я протестировала на предыдущих характеристиках свои модели, потом я решила улучшать свои результаты, добавила новые признаки и немного видоизменила имеющиеся. Следующий слайд. Передо мной стояла задача оценивать свою модель, свои модели, а вообще хорошо они работают или нет. Для оценки результатов я использовала среднюю относительную ошибку. Среднюю относительную ошибку — это среднее арифметическое значение относительных ошибок на всех моих тестах. Следующий слайд. Я получила следующие результаты. Как мы видим, градиентный бусинк и линейная регрессия показывают хорошие результаты. Хочу отметить, что для задачи прогнозирования ошибка менее 5% считается достаточно высоким результатом. Следующий слайд. Мы получили систему, которая достаточно неплохо прогнозирует нагрузку на электросеть, при этом результаты еще можно улучшить. Спасибо за внимание. Следующий слайд. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Можно вопросы? Да, пожалуйста. Подобные исследования в Европе уже давно проводятся. И вот уже примерно 10 лет назад в Европе показали, что больше, чем погода, влияет, допустим, пауза в трансляции телепередачи. То есть это показано, что дома хозяйки, которые главные потребители электроэнергии, они определяют работу электросистем. То есть они вот в рекламную паузу бегут на кухню, что-то делают, и потребление резко взрастает. Вот как-то вы рассматривали такие аспекты, вы сразу же начали с температуры. Я, если честно, не рассматривала. Спасибо за замечание. Я постараюсь его учесть. Но тут возникают сложности в том, что где мне брать информацию, вот данные для обучения моей модели, о рекламах. То есть нужно пройтись по топовым каналам, которые смотрят домохозяйки, и уточнить, а в какое время вообще у вас рекламная пауза. Посмотрите, вот эти публикации, в общем-то, в Европе, может, они дальше проделывались, чем мы. Там показано, что температура окружающей среды не так влияет на жизнь домохозяек. Я понимаю, но это влияет на, когда очень жарко или когда очень холодно. Мы все включаем кондиционеры, или холодильники на Баумана стоят, мороженое продают, или все включают нагреватели какие-то, и потребляемость увеличивается. По поводу времени, мы учитываем, что вечером, ну, мои, я тестировала это, мои показатели доказывают, что в вечернее время и вот в утреннее, когда все встают на работу, да, потребляемость нагрузка выше. — Аркадьевич, ну, видимо, это расширение модели, которое в дальнейшем предстоит, да, то есть это, но это тут единственное, что 5-процентный вот этот барьер, то есть уточнение, то есть получается, что, может быть, у нас рекламу не очень смотрят, что ли, или у нас слишком разнообразные каналы, на которых мы одновременно смотрим. — У нас мало домохозяек. — Да, вот, да, на Западе их больше. Так, еще вопросы есть, пожалуйста, нет? Ну, а у вас есть заказчик на эту работу, да, или она инициативная? — Сейчас мы сотрудничаем с Татанаргосбыт, ну, Татанаргосбыт, 90% по Татарстану поставляет электроэнергию. Пока, ну, никаких коммерческих предложений, естественно, нет. В виде теста они предоставили мне искаженные данные, ну, потому что они не могут мне дать реальные данные, ну, это коммерческая тайна. И мы будем тестировать. — Понятно. Спасибо. Есть еще вопросы? — А вот вы показали 4 модели, которые использовали. Вы какие инструменты для них использовали? — Я использовала язык программирования Python. Там есть замечательная библиотека Scikit-Leon, где все реализовано. — И бустинг тоже на ней делали? — Да, конечно. — Спасибо. Теперь у нас есть гости Смирнов Андрей и Курлов Леонид. Это 131-я школа. Они представят работу в сканер на основе конструктора Лего. Руководитель Гаизудинов Артур Раисович. — Так, ребята, пожалуйста. Кто из вас будет говорить раньше, кто позже? — Максим, дай второй микрофон. — Так, ребят, микрофончик, пожалуйста. И вот можно посередине. — Нашу? — Представится, нет? — Да, пожалуйста. — Здравствуйте, я Курлов Леонид, ученик 8-го класса школы, лицея номер 131. — Я Смирнов Андрей, ученик 8-го класса, 131-го лицея. Так, начнем. Наше устройство собрано из конструктора Lego Mindstorms и запрограммировано на одноимённом языке. Способно отсканировать картинку и вывести её на экран робота. Это делается за счёт датчика цвета. Свет поделится на 12 спектров. 12 сегментов спектра подразделяются на первичные, вторичные, тридесячные цвета. Их тона, их оттенки и тона. Первичные — это первичные цвета. — Ещё раз. — Можно следующий цвет? — Ещё дальше? — Да. Имея красный цвет в верхней части, круг фиксирует три первичных оттенка — красного, голубого и жёлтого. Первичные цвета образуют равнобедный треугольник внутри круга. Вторичные цвета — это оранжевый, фиолетовый и зелёный. Они располагаются между каждым из первичных цветов. И тоже образуют треугольник. Тридесячные цвета. Нам всего известно шесть тридесячных цветов. Они образуются из комбинаций первичных и вторичных. Объект можно увидеть, если он поглощает или пропускает свет. Если не будет света, то и не будет цвета. Цвет предмета — это цвет, отражённый им волны спектром. Цвет, отражённый им волны спектром. Если объект почти полностью поглощает падающий на него свет, то он принимает чёрный цвет. А если объект почти полностью отражает падающий на него свет, то он принимает белый свет. Таким образом, мы можем сделать вывод, что цвет объекта определяется количеством поглощенного или отражённого света. Способность отражать и поглощать свет определяется физическим составом вещества, которые природа заложила в это вещество. Дальше. Цвет объекта и цвет источника излучения неразрывно связаны между собой. Эту связь можно описать тремя условиями. Первое условие. Когда... Первое условие. Цвет объект может понимать только если есть источник освещения. Если не будет источника освещения, то и не будет света объекта. Например, красная краска в банке будет выглядеть чёрной в тёмной комнате. Второе условие. Цвет объекта зависит от цвета источника освещения. Если источник освещения взять как красный светодиод, то все объекты, которые будут попадаться под этот свет, будут принимать красный, чёрный или серый цвета. И третье условие. Цвет объекта зависит от молекулярной структуры вещества, из которой состоит объект. Например, трава. Предыдущая. Например, трава. Она поглощает все сегменты цветового спектра, кроме зелёного. Поэтому мы её видим зелёный. А вот белая собака отражает абсолютно весь свет, который на неё падает. Поэтому она белая. Дальше. Дальше. Да-да. Принцип действия робота. Сканированную область можно представить как координатную плоскость. Можно следующий слайд. Робот с помощью механической конечности двигает датчиком света по всем столбцам поочерёдно. Экран робота тоже можно... Сканируя каждый пиксель. Экран робота тоже можно представить как координатную плоскость. Координата по оси Y изменяется вместе с движением механической руки и смещением датчика. Если под датчиком в данный момент находится чёрный цвет, то и отслеживаемый пиксель на экране становится чёрным. Когда датчик доходит до нижней точки, моторы двигают его до упора вверх и на один вправо. Так же и на экране. Y задаётся в ноль, а X увеличивается на один. Следующий. Программа. В режиме... Датчик света имеет три режима. Свет, яркость отражённого цвета и ярко внешнего освещения. В режиме яркости отражённого цвета датчик определяет яркость света, отражённого от листа бумаги и излучённого светодиодом на самом датчике робота. Про программу я уже рассказала. Она на таком языке запрограммирована. И вот результат после сканирования цифр от 1 до 9. В общем, планируется сделать ещё и программу для распознания картинки на компьютере. Пока этого нет. Всё. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это вот сканирующий робот, да? Да. Значит, понятно, что вообще... Не странно, совершенно колоссальный инновационный потенциал в этой работе. Я думаю, ребята его не могут оценить. Но вот, наверное, и руководитель это понимает. Почему? Потому что это готовая лабораторная работа, да? По управлению роботом и по распознаванию. И мы здесь, собственно, прослушали часть урока, который позволил нам, ну что ли, обновить наши знания о светопередаче, да? Поэтому с этой точки зрения, конечно, я вот тоже вижу этот потенциал. Но, тем не менее, какие вопросы мы зададим ребятам? Когда вы закончите свою работу? Неизвестно. Развивать можно очень долго. Да, то есть она имеет бесконечный спектр развития своего, да, направления развития? Нет, пределы совершенно. Мышленный вопрос. Ребят, а вы на уроках информатики это придумали или вы в какой-то кружок ходите? Есть кружок робот техники в 131-м лицее. Мы на него ходим. Там вот есть весь набор, да, который позволил? Интересно, спасибо. Еще есть вопросы? Конечно, хотелось. Пожалуйста, да. У вас сейчас используется платформа Lego Mindstorms. А сами вы рассматриваете в будущем переход на другую платформу? То есть, какой, ну, чем вы собираетесь дальше, с чем обучаться? Вы про конструкцию или про язык программирования? Я про, ну, конструкцию, не конструкцию, а вот про платформу саму. Вот знаете, то, что есть помимо Mindstorms, обучающий, ну, конечно же, не только обучающий, но Ардуино есть еще. Вот, собираетесь ли вы потом пробовать лабораторную работу, используя Ардуино? Возможно. Возможно, в процессе развития нам придется его использовать. Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, наши будущие конструкторы, кулибины, фактически. Спасибо вам, ребята. И прошу вас на место тогда. Если мне понравилось. Да, понравилось, да? Это ваше первое выступление, но, надеюсь, мы будем вас видеть здесь часто. Так, следующая работа. Мы опять возвращаемся к студентам. Саид Гараев, Нияз Федасович. Ультразвуковой дальномер с синхронизацией по радиоканалу. Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Саид Гараев, Нияз. Я магистр второго курса. И я хотел бы сегодня представить нашу совместную работу. Это ультразвуковой дальномер с системой синхронизацией по радиоканалу. Можно следующий? Так сложилось то, что очень огромную часть экономики у нас в Татарстане составляет нефть, добыча нефти. И при добыче нефти на буровых установках буровикам очень важно знать информацию, получается, на каком расстоянии вал лебедки находится от данной площадки. По сути, задача звучит очень просто. Просто определить вот это маленькое расстояние. Для нашего времени это кажется очень простой задачей. Но, к сожалению, каких-то прямых методов измерения у них все еще нет. На данный момент на бураху используют датчики определения расстояния косвенным методом. Это получается DOL и DOL-M. DOL- это получается датчик оборотов лебедки. Он подсоединяется именно к канату. И по тому, сколько прошел канат, они уже определяют, где примерно лебедка. Ну и такой же DOL-M это датчик оборотов лебедки магнитный. Он подсоединяется непосредственно к лебедке. И по тому, насколько она прокрутилась, уже определяют, получается, опять-таки положение. Но все эти методы, все эти устройства работают хорошо в лабораторных условиях. А когда попадают в реальные условия, на условия буровой, там грязно, там то отрицательная температура, то положительная, то там какой-то пар и еще что-то. Они начинают проскальзывать, барахлить и дают результаты с большими искажениями. Поэтому был придуман, разработан новый метод измерения расстояния. Можно дальше? Был разработан новый метод измерения расстояния. И получается, целью данной работы является разработка макета ультразкового длинномера с системой синхронизации по радиоканалу. Можно дальше? Обычно расстояние измеряется при помощи ультразвука или лазера, при помощи метода отраженной волны. То есть передатчик отправляет какой-то сигнал до объекта, он отражается и возвращается обратно. Засекает время, получается, начало передачи, время конца передачи, делит время пополам, умножает на скорость звука и требует нам расстояние. Но проблема в том, что именно на буровых большого площадки для отражения волны нет. Там применить такие методы измерения расстояния не получится. Поэтому был разработан, сначала придуман новый метод и разработана уже синхронизация по радиоканалу. Получается, мы теперь передатчик и приемник разделили на два отдельных устройства. И теперь в момент начала передачи сигнала передатчик по радиоканалу сообщает приемнику, что сейчас будет передан ультразвуковой сигнал. Так как у нас передача идет по радиоканалу, то информация доходит почти со скоростью света, это можно считать без никаких задержек, мы сразу знаем время начала передачи Т1. И потом передатчик передает по ультразвуковому каналу уже сигнал, приемник его получает, засекает время Т2 и опять-таки уже получает расстояние. Плюс это метод того, что теперь нам не требуются объекты с большой поверхностью для отражения. Получается, мы можем установить данные приемники и передатчик на любых подвижных платформах и за счет этого постоянно знать расстояние, нужное нам. Также увеличивается максимальное расстояние измеряемое за счет того, что мы не приходится ловить переотраженный сигнал, мы ловим сигнал напрямую. И также в чем плюс этого метода при использовании ультразвука относительно лазера? В том, что даже при появлении небольших препятствий между приемником передатчика, это человек, какие-то там пары или еще что, измерение все равно пройдет успешно. Можно следующий слайд? В данной работе использованы основные блоки для ультразвука. Это ультразвуковый передатчик на частоте 25 кГц и радиомодули НРФ. Дальше можно? Здесь представлены структурную схему передающего устройства. Его основной блок — это микроконтроллер, N-мостовой усилитель и радиомодуль. И сам ультразвуковой сенсор. Микроконтроллер здесь у нас участвует как для генерации сигнала, и также для приема сигнала с радиомодули, ну и выполнения каких-то там простых задач по управлению всем этим комплексом. Кратко, микроконтроллер генерирует сигнал с частотой 25,6 кГц, подается на N-мостовой усилитель, и там уже с напряжением где 30 вольт он подается на ультразвуковой сенсор и дальше как бы отправляется на передатчик. Здесь краски представлены осциллограммы, как выглядят сигналы на выходе из микроконтроллера. Можно? Дальше. Здесь структурная схема принимающего устройства. Это получается опять-таки ультразвуковой сенсор, усилитель и микроконтроллер. Например, микроконтроллер здесь уже взять STM, потому что здесь на стороне приемника нужны более как бы… ну больше приходится проводить вычисления. Это получается там нужно отфильтровывать сигнал в реальном времени, также проводить какой-то отбор сигналов, который пришел нам, от сигнала, который переотразился и прочих шумов. И как бы здесь представлен как бы один из небольшой части усилителей. Это как бы принципиальная схема. Он выполнен на операционном усилителе AD85-41. Дальше. Здесь представлены уже осциллограммы, как, допустим, какие осциллограммы, что выходит из передатчика, и что уже по какому сигналу принимает, обработанному сигналу уже принимает решение о расстоянии сам приемник. Получается, есть небольшая проблема в том, что сигнал нам пришел в момент времени Т2, но, к сожалению, успел распознать приемник только в момент Т2. Но, к счастью, вот это время Т2 и Т2 штрих, оно постоянное, и мы его учитываем, и, учев все погрешности, у нас точность измерения составляет 14 мм. Можно дальше. Здесь представлены фотографии передающего и приемного устройства. Передающие устройства более массивны за счет того, что ему нужен какой-то более большой блок для передачи. Дальше. Ну и выводы то, что разработаны макеты ультразвуковых дальномеров, они уже опробованы в лабораторных условиях. Мы получили максимальное расстояние, измеряемое 38 метров, точность измерения 14 мм. При желании точность можно повысить уже даже, либо повысить тем, что повысить несущую частоту, либо применить метод фазовой модуляции. Это на будущее. Если, допустим, возникнет нужда применить данное устройство, в каких-то других областях, где нужна будет более высокая точность. Все. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Микрофончик, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот там между приемником и передатчиком, когда волна распространяется, от погодных условий есть? Погодные условия влияют ли? Снег пошел, еще что-то? Вот скорость в состоянии. Спасибо. От погодных условий будет зависеть скорость звука. Получается, скорость звука зависит от влажности и от температуры. Здесь я просто упомянул то, что мы будем использовать скорость звука, и не уточнил, какое именно число берем. Решать проблему очень просто. Добавляются датчики, получаются температуры и влажности. Уже очень много различных графиков, таблиц, где показано, при какой температуре, при какой влажности уже данная скорость звука. Получается, это все проблемы решаются. Нет ли проблем с шумами на 25 кГц в условиях буровой? Если честно, в реальных условиях мы пока еще не тестировали, но при возникновении проблем можно перейти, во-первых, на более высокую частоту 40 кГц, а во-вторых, у нас там стоит очень хороший блок именно отсеивания различных шумов. На приемнике там стоит СТМ, она там проводит фильтрацию и прочее распознавание сигнала по фазе и прочие вещи. Так что я думаю, с шумами мы сможем хорошо справиться. Спасибо. Пожалуйста. Уже по погоду спрашивали, какие температурные условия вообще выдержат? Потому что буровых же много и в арктические шерсти и так далее. Тем более, если установка на металле, соответственно, еще у вас будет… Да, да, да. Ну, как я говорил, то, что еще в реальных условиях не тестировалось, но, в принципе, разработка данного устройства собирается, как обычно, для как… точнее, условия, как для всех… для всего оборудования, для нефтяных компаний, получается, от минус 50 до плюс 80. Ну, мы пока ориентируемся на данные числа. Вы показали точность 14 мм, да? Да. Как вам отношение сигнал-шума это все было проведено? Это к предыдущему вопросу. То есть, вам… Вы проводили исследование точности от величины сигнал-шума, отношения сигнал-шума? Ну, получается, мы получили данную точность. Либо наши, как бы, если при увеличении, как бы, дальше… Если шум возрастает дальше, то мы уже никакое расстояние не можем получить. Именно точное значение при каком… Так, сейчас. Получается, при… в зависимости от сигнала… От отношения сигнал-шума точность не меняется. Точно, как бы, всегда стабильная. Точность будет у вас меняться, потому что… Да, если, допустим, у нас порог… Если у нас отношение сигнал-шум будет выше какого-то уже порога, то просто измерений не будет никаких. Так, вот какой порог? Если честно, то, опять-таки, в лабораториях мы пока провели только исследованные расстояния. Это важнейшая, в общем-то, характеристика. Ну, да, понимаю, то, что у нас пока не было, как бы, возможности, видимо, создать большое количество шум. Мы рассказали про предыдущие методы, показали их недостатки, а у себя, в общем, все идеально у вас. Так что вам надо в жизнь окунуться. Ну, понятно, да. Дальше, я думаю, нужно, чтобы при принятии сигнала излучался свой сигнал, тогда все эти ошибки меньше будут зависеть от шумов. То есть нужно, чтобы прием передатчик был на двух концах, тогда вам удастся от этих 14 миллиметров тоже избавиться. Правда, удорожание будет конструкции, но, тем не менее, запросоответные такие системы, они фактически все это вам позволят сделать. Есть еще вопросы? Есть. Вопрос вот какой, я немножко по-дилетантски спрошу. Вот сейчас Google активно разрабатывает беспилотные автомобили, и там, в частности, используют датчики определения расстояния до окружающих предметов. Вот вашу разработку куда-то можно туда поставить? Ну, думаю, насчет того, что для двигающихся объектов будут небольшие проблемы, за счет того, что когда распространяется ультразвуковая волна, еще с объекта, который двигается с большой скоростью, то частота там будет меняться очень сильно. за счет этого, я думаю, могут возникнуть некоторые проблемы. Получается, там нужно будет переделывать всю систему очень сильно. Здесь мы рассчитываем на скорости где-то не более одного метра в секунду, за счет этого мы все эти погрешности учитываем. А если там для машин, где скорость намного выше, я думаю, там уже придется перерабатывать слегка систему. Ну, думаю, при желании тоже можно, при большом желании. Ребята, у каждой работы здесь есть огромный потенциал, да и мы можем еще там десятки вопросов задать. Я уже чувствую, что мы это можем сделать. Я просто хочу сказать, что у нас есть технологические инициативы, которые разработаны в стране, да. Их сейчас, по-моему, уже 14 там различных. Вот есть такая технологическая инициатива, которая называется «Автонет». Там одна из задач как раз – это переговоры между беспилотными автомобилями, двигающими со скоростями порядка 200 км в час на встречу друг другу. То есть вот таких систем, которые работали бы в таких условиях, в настоящее время нет. Поэтому вот, наверное, здесь тоже есть большой потенциал с точки зрения измерения дальности. Почему? Потому что это как раз для автомобилей может использоваться. Ну почему? Потому что у нас проблема в этой системе в чем заключается? Что мы не можем получить хороший отраженный сигнал. Здесь мы его просто ставим приемник, и, соответственно, этот приемник должен отозваться в нужное время при принятии этого сигнала. Но все это должно работать в системах с доплеровским сдвигом, получается, достаточно большим. И, значит, они должны быть с учетом скоростей, которые двигаются. То есть это достаточно сложные адаптивные системы. Ну вот, поэтому я тоже вижу потенциал развития работы. Это не только в том, чтобы измерять тут вот расстояние там на буровой установке, но и в беспилотном транспорте, например. Спасибо. Похлопаем. Так, теперь у нас осталась одна работа, которая называется «Зайцева Никита Сергеевича». Не больше, не меньше. Работа называется, я даже не знаю, как произнести сагметр. Анализ крови, в общем, без крови, да? Значит, это у нас айтилицей, да? Да, да, совершенно. Представьтесь, пожалуйста. Всем добрый день. Меня зовут Зайцев Никита, и я представляю проект «Сагметр». Это глюкометр, которому не нужно брать кровь. Брать анализ крови, без крови. Довольно-таки интересная задумка, и о ней довольно-таки много есть разработок. Но не одна еще из разработок, которая есть по анализу крови на сахар без крови, не дошла до массовой продажи и использования. Есть разработки у… Алло, да. Есть разработки, которые… Просто я не слышу какого-то эффекта. За это телевизионное, иначе вас слышно. Хорошо, ладно, тогда так. Есть разработки израильских ученых, которые сделали такое устройство, но оно слишком дорого стоит для России, порядка 100 тысяч рублей. Есть разработки американских ученых, и они тоже, которые поступили в массу продажи, стоят тоже около 100 тысяч рублей. Это действительно нереально для обычных пользователей. Что предлагаю я? Я предлагаю глюкометр, которому не нужно брать кровь, и который будет стоить на порядок дешевле при покупке и при использовании, чем обычный глюкометр. Опишите сейчас, почему. Можно следующий слайд? Хоть и этот товар выйдет в массы, но я не хочу на нем заработать. Я хочу сделать так, чтобы жизнь больных стала легче, потому что каждый раз при использовании обычного глюкометра пациенту совершенно это неудобно. Он не им представляет дискомфорт. Да и те же самые тест-полоски, которые используются каждый раз, они одноразовые и используются один раз. И каждый раз их покупать, это тоже влетает в копеечку, потому что одна упаковка на 50 раз стоит в порядку 2-3 тысяч рублей. А люди делают замеры до 5 раз в день. Сами можете посчитать, сколько это дорого выходит. Да и сам глюкометр стоит порядка 3-4 тысяч. Можно следующий слайд? Что предлагаю я еще раз? Я предлагаю сделать вариант безболезненного, дешевого и комфортного использования глюкометра. Ну, в принципе, все. Все. Следующий слайд. Спасибо. Спасибо. Еще немного скажу про само устройство. Вот пока оно как выглядит. Это самый первый прототип, который я собрал условно на коленках. И что в нем какие есть части? В нем есть часть прищепки. Вот эта часть. В которой расположены датчики инфракрасного излучения, с помощью которых мы фиксируем через кожу уровень сахара в крови. Есть провод, который соединяет это все, и блок управления. Это пока Arduino Mini controller, который обрабатывает эти сигналы и отсылает их на компьютер и их обрабатывает уже в понятные для больного дозы. Как это работает? Все очень просто. Вы берете глюкометр, цепляете его на мочку уха. Мочка уха выбрана не специально. В ней задействовано большое количество кровеносных сосудов на площадь кожи. И ее удобно прищемить по мою прищепку. Потом вы ее одев и зафиксировав, чтобы она у вас удобно была. Потом вы с помощью пока компьютерного приложения нажимаете кнопку старт, ждете 5 секунд, и у вас получается результат. К сожалению, я не могу сейчас показать, как это работает, потому что я не нашел и не принес с собой сахара. Но пока вот это устройство, собранное на мере прототипа, выдает значение с точностью в 20%. Если немного в цифрах, то если обычный глюкометр может показать с точностью, допустим, норма для человека это 3,51, то мой датчик, этот прибор покажет точность в 3. Я считаю, что это довольно-таки точно для прототипа. Но, в принципе, вроде бы я все о ней рассказал. Но да, спасибо. Спасибо. Оказывается, было рояль в кустах. Мы подумали, что это как же мы. Так, вопросы, пожалуйста. Можно? Да. Во-первых, первое, знаете, когда человек начинает рассказывать детализованно про деньги, Израиль, Америку, он говорит, я хочу сделать это бесплатно, ну как-то. А потом говорит, сахар не нашел. А то сахар не нашел, да. Это просто. Я говорю, ты понял, это мы уже и веду. Нет, мне на самом деле, смотрите, это же в любом случае вам нужно делать клинические испытания будет. Я понимаю, кстати, забыл сказать, извините, о том, что я понимаю, что какой труд передо мной стоит, потому что вывести свое лекарство, свой медицинский прибор. Им будут пользоваться люди, и я буду нести за них ответственность. Я. Потому что я либо что-то не доделал, либо что-то, наоборот, сделал так, что ежегодно... Будьте здоровы. Ежегодно в 2012 году проводили исследование, и в России было зафиксировано 9 миллионов больных с сахарным диабетом. От неправильной диагноза сахара в крови, ну, я не говорю, что погибают, но страдают очень много людей. Это процентов так 60. Нет, вещь хорошая. Планы какие? Нет, я про то и говорю, что я кляду. Планы какие? Планы? Ну, развиваются. Вот это первый прототип, сейчас отрабатывается второй. После разработки второго прототипа, в котором будет точность примерно такая же, как и у обычных глюкометров, буду искать финансирование и уже делать финальный образец и его выпускать в клинические испытания. Потом опять переделывать после клинических испытаний. И последние клинические испытания потом, да и вроде бы надо пойти в продажу уже. Хорошо, спасибо. Как вы будете бороться с увеличением точности? Как бороться? Ну, в смысле, как вы будете достигать увеличения точности измерений? Недавно, как раз узнав на таком же семинаре о моем проекте, ко мне… Мне позвонили из одной компании казанской, развитие называется, может кто знает. Она занимается повышением точности и помогает проектам, таким как моим, ну, за условную плату, конечно, в увеличении точности, работы, улучшении. И как раз с помощью них я, в принципе, могу повысить свою точность. Но и сам я тоже могу повышать точность. То есть это проба различной схемы принципиальной. И с покупкой тех самых, допустим, более дорогих элементов каких-то, которые будут работать более качественно и более независимо от среды. Можно я вопрос задам? Такой немножко. Из кустов тоже. Вопрос вот какой. У вас есть в консультантах кто-нибудь из медиков, кто вот этим напрямую занимается? То есть разработка таких приборов либо внедрением, либо тестированием, либо еще чем-то? Потому что пока вот так вот со стороны выглядит немножко так очень амбициозно, и было бы здорово, если бы это все было сделано. Но совершенно непонятно, на каком принципе это все работает, и кто из медиков вас консультировал. То есть хотя бы в команде у вас должен быть такой человек, который в этом разбирается, что называется, руками. Спасибо. Так как проекту этому скорость полнится 2 месяца, я собираю пока только команду еще из людей, но у меня есть знакомые и на институте радиоэлектроники, биомедицины, и я прихожу к ним за консультациями, и они ко мне консультируют по некоторым вопросам, которые у меня возникают. Я думаю, что мы не будем мучить молодого человека. Я почему хочу сказать, да? Ясно, что междисциплинарный проект, очень серьезный проект. Почему я говорю, что очень серьезный? Понятно, что молодой человек не произведет датчик, который там будет очень точным, ему нужно его найти. Но здесь очень большая работа предстоит, именно с точки зрения повышения отчета. Повышение отчета, потому что вы повесили сейчас наука, извините, уши у всех разные, да? И вот с этой точки зрения надо будет какие-то закладывать, может быть, априорные данные, там, скажем, о возрасте человека, может быть, даже о поле человека, да? Может быть, там, какие-то его параметры, типа, насколько жировая прослойка велика или там... То есть те параметры, которые позволят повысить вот эту точность. Но для этого нужно будет проводить испытания, испытания на определенном количестве людей, закладывать их параметры, то есть это обсчитывать. Поэтому это большая работа. Поэтому вы правильно говорите о том, что будет команда, будет работа. Мы вас, кстати, приглашаем в Казанском университете. Вы знаете, что есть это... У нас и медицинские факультеты, и вот, в частности, у нас Островызов, вы слышали, работает тоже по медицине. Поэтому это, собственно, может быть, опять же, комплексный прибор для больных, которые там в рамках создания умной клиники. Сейчас есть тоже такой проект. Поэтому если вы будете работать над этим проектом вот таким вот образом, наверное, у вас все получится. Поэтому я хочу, в общем-то, тоже поблагодарить за ваш энтузиазм и пригласить вас тоже работать в нашей сцене. Спасибо за нашу энтузиазм. Спасибо. Мы заслушали всех наших дипломантов, как мы сейчас говорим. Я прошу их всех подняться теперь на сцену, для того, чтобы мы вручили дипломы участников, дипломы победителей регионального этапа конкурса, шестого этапа IT-прорыва. Пожалуйста, прошу всех подняться сюда на сцену. Академия, можно вас попросить вручить дипломы вместе с молодым человеком? Так, кто у нас будет? Я буду опять зачитывать. Ну давайте. Значит, дипломы у нас будут вручать. Член экспертной группы проекта IT-прорыва Карпов Аркадий Васильевич и у нас член Координационного совета нашего федерального проекта Горанин Илья Михайлович. Соответственно... А мы тоже встанем, вы не волнуйтесь. Значит, диплом участника регионального этапа всероссийского конкурса проектов и разработок в области IT-технологий, система корректировки на основе анализа грозовой активности для беспилотных летательных аппаратов. В области IT-радиоэлектроники, робототехники вручается Артемову Игорю Валерьевичу. Так, получается... Да, вы будете вручать... Я извиняюсь, да. Меняться. Да. А я буду объявлять. Что-то мы как это все... Да? Ну давайте, вручайте. Давайте еще раз. Артемову Игорю Валерьевичу вручается диплом участника регионального этапа всероссийского конкурса и проектов. Поздравляю. Ну давайте, зачитывайте все равно. Так. Следующий приглашается Архипов Леонид Сергеевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Может мне тоже что-то дадут? Так. Следующий у нас Незамеев Руслан Рифатович. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Следующий диплом у нас достается Гловацкий Никита Владимирович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Если что, я ошибусь. Мухаммедзианов Аиль Фанилевич. Поздравляю. Так. Сафина Лилия Ильхамовна. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Смирнов Андрей Александрович. АПЛОДИСМЕНТЫ Надеюсь вас увидеть лет через пять уже только на роботе и где-нибудь у нас. Так. Гурлов Леонид Владиславович. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Садгараев Нияз Падасович. Извиняюсь, если что. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. И Зайцев Никита Сергеевич со своим аппаратом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Можно нам первым будет тогда, если что, по аппаратику каждому? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Прошу, да. Ну, найдете по ключевому слову IT-прорыв. Там все это написано. И поскольку мы сегодня сделали нашу презентацию и открытие вот в этой студии, я прошу обращаясь к зрителям, студентам и школьникам, молодым инженерам, которые тоже могут представить свой проект именно на этом сайте. И в течение двух месяцев после 30 апреля, значит, конкурсная комиссия рассмотрит эти работы и выделит лучшие, и награждение будет состоится сейчас, правда, еще не знаю где, но, наверное, где-то в Москве. И с призами очень хорошими. Мы прошлые годы действительно это организовывали очень хорошо. Поэтому мы приглашаем вас всех поучаствовать в этом проекте. Спасибо всем. Редактор субтитров Н.Александр Корректор А.Егорова